По детству скучают все. Пока тебе три, думаешь, оно будет длиться вечно. Но уже в школе понимаешь, самую беззаботную пору не вернуть. Впрочем, участники детского праздника в Дубовке об этом пока не задумываются. Веселятся и радуются жизни. На празднике собрали все, из чего сделано детство. Шарики, мороженое, клоунов и веселые игры. Старшие школьники и студенты устроили показы мод и причесок. Провели различные мастер-классы. А для самых маленьких организовали спортивные соревнования с призами и подарками. У меня здесь дед меня привел сюда, и мне здесь все нравится. Такая песня даже хорошая. Вообще такая супер для меня. Кстати, знаете что? Вот что? Я ходила на футбол, ну не здесь, а там. Детям очень это нравится. У нас обычно проходит 200, 300, иногда 400 детей. И очень большое значение это имеет, особенно для совмещения этих конкурсов и игр с родителями, и бабушками, и дедушками. Это как бы идет единение семьи. Диана и Артур поют песню о счастливом детстве. И как никто другой радуются жизни. Ведь они точно знают ей цену. Брат с сестрой недавно пережили пожар. Трагедию удалось избежать только благодаря профессиональному спасателю. Валентин Стыценко вспоминает, чудом оказался рядом. В тот день у него был выходной. Это моя работа, я это умею. Это профессионально, нас этому учат. Девочка очень, конечно, плакала, когда я поднялся. Мальчик хорошо себя по-мужски вел, пытался предпринять какие-то меры. Детей, я думаю, защищать надо, потому что это будущее нашей страны, нашего мира, всей планеты. Чтобы дети отдыхали с пользой, госслужба по чрезвычайным ситуациям устроила выставку спасательной техники. Напоминают правила безопасности. Это, говорят, особенно важно накануне летних каникул. По традиции импровизированное занятие проводят в игровой форме. Безопасное детство для нас, профессиональных спасателей, это самое главное. Если мы научим детей безопасности, нас всех ждет безопасное будущее. Родители, не оставляйте своих детей без присмотра. Тогда здоровые и счастливые они вернутся 1 сентября за школьные парты. И хотя до нового учебного года еще целых три месяца, подготовиться к нему нужно уже сейчас, считают в мэрии. На праздники вручили сертификаты на покупку школьных принадлежностей и канцелярские наборы детям-сиротам, которые в этом году пойдут в первый класс. Сейчас сложно собрать ребенка в школу. Это довольно дорогостоящее удовольствие. Поэтому город это понимает. И включена программа в поддержку. Мы обязательно будем им помогать. Плюс я хочу сказать, что мы не ограничиваемся, скажем, какими-то разовыми выплатами. Сейчас в горсовете работают над оздоровительной компанией. Обещают, в этом году удастся отправить на отдых больше детей. На это, согласно поручению премьер-министра, планируется выделить дополнительное финансирование.